Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! Надеюсь, у вас хорошее настроение и приличная погода. Так, если меня хорошо видно и хорошо слышно, то что-нибудь напишите. Вот, и я тогда присоединю инстаграмчик, и мы с вами пообщаемся. Расскажу сейчас, кто я такая. Если вы впервые на этом стриме, на моем стриме, поставьте единичку, друзья, и сегодня буду говорить, почему считать калории – глупая затея, глупая затея. Сейчас присоединяю инстаграмчик, буду сейчас представляться. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, моя специальность – врач-акушер-гинеколог-генетик, и мое призвание, как бы так сказать, высокопарно – спасти человечество от болезни цивилизации. Но на самом деле совершенно не шучу, потому что если бы люди знали то, что я знаю, то, что знает мое окружение, то они бы не набирали лишний вес, не заходили бы в инсулино-резистентность, не подставлялись бы под инсульты, инфаркты, атеросклероз, рак, разрушение суставов, всякие остеоартрозы и так далее. И, в общем, это все болезни стареющего организма, они бы как бы обходили стороной. Вы представляете, как здорово? Поэтому я вас поздравляю, и я себя поздравляю, вас поздравляю, что мы с вами нашли друг друга и обсуждаем пазлик за пазликом, обсуждаем, как строить питание, как подогнать его под действия вашей физиологии, чтобы ваше тело на вас не обижалось, чтобы оно не сигнализировало вам какими-нибудь симптомами о том, что, миленькая хозяйка, ты что-то делаешь не то. Вот, и сегодня я вам расскажу одну простую вещь. Почему я не считаю калории? Почему я вам не рекомендую считать калории? Почему я считаю, что те люди, которые считают калории, бесконечно ошибаются и все-таки неправильно строят свой рацион? Я сейчас кратко скажу, а потом развернуто, так чтобы у вас, ну как бы, когда несколько раз повторяешь одну и ту же информацию, она осаждается. Люди, которые считают калории, они выбирают продукты, которые содержат маленькое количество жиров. Жиры всегда дружат с белками, соответственно, они обкрадывают себя по количеству белков. Соответственно, обкрадывая себя по количеству белков и жиров, люди себя не достраивают, они начинают саморазрушаться. При этом жрать-то хочется, а так как мы наесться можем либо крахмалами, которые содержат мало калорий, и с жирами никогда не дружат, либо белками, которые содержат много калорий, не потому что они сами по себе, белки, содержат много калорий, столько же, сколько и крахмалы, но они дружат с жирами. Так вот, и получается, что эти люди, которые считают калории, наедаются углеводами, крахмалами, а избыток углеводов переводится все равно в жир. Поэтому калории считаю. Да, худее, потому что, ну, раньше съедал 3 тонны еды, а сейчас, ну, как бы по калориям 3 тонны еды много. То есть, редукция калорий в любом случае работает на снижение веса, но это снижение веса обычно людям не нравится, потому что за счет и жировой ткани, и мышечной ткани, а все самое прекрасное в теле, что состоит из белка. Это ваша светящаяся изнутри бархатная персиковая кожа, без коллагена хрен вы ее получите. Это ваши эластичные связки и суставы, которые дают вам плавное красивое движение. Это ваша мышечная масса, в которой вы выглядите как пантера, готовая к прыжку. И это ваша костная ткань, которая дает прочное красивое основание для всего, что я ранее перечислила. Вот такая вот история, друзья. А теперь подробно. Кто готов к подробно, ставьте плюсики в чат. Кто готов подробно, досконально, доказательно разобраться, что калории считать не только не полезно, но и вредно. Я очень хочу вам дать эту информацию, поэтому ставьте, конечно, плюсики в чат, но все равно я вам ее выдам. Шутка. Так, хорошо. Итак, ладно, поставьте тогда плюсики, кто считает калории. Да, вижу, вижу, вижу реакцию. Спасибо большое, да. Итак, считать калории, не считать калории. Друзья, я показываю еще картинки, но это видно только в YouTube. Поэтому кто визуал, кто визуал, можете перейти на YouTube-канал. Это Академия Здоровья Елены Бахтиной. Там еще картинки показываю. А кто сейчас меня в ушках слушает, а ножки в удобной обуви, и вы идете, 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 просто идите на мой звук. Я все равно все вот так вот ртом вам расскажу. Итак, друзья, те, кто считает калории, я вот поставлю вас перед выбором. Можете овсяную кашу на воде съесть и туда там что-нибудь сухофруктиков набросать вкусненько. Вот, это даст вам по белку 4,5 грамма белка, а по углеводам 22 грамма углеводов, то есть это углеводистый завтрак, калорий 132, то есть это очень мало калорий. Хорошо, если мы экономим калории, значит как бы хорошо. А кто не экономит калорий, кому в мыслях такого вообще нет, вот, тот выберет омлет с сыром. Это будет по белку 24, не 4, как в овсяной каше, а 24 грамма белка. По углеводам будет практически, ну, стремиться к нулю, зато жиров будет много, потому что белки всегда дружат с жирами, и получается омлет с сыром даст 24 грамма белка, 44 грамма жиров. А по калориям, мама дорогая, 153, ой, 113 килокалорий. Это будет у нас завтрак. Теперь я подвожу вас к шведскому столу, для того, чтобы вы выбрали себе обед. Человек, который выбирает поменьше килокалорий, он выберет винегрет с фасолью. Фасоль – высокобелковый продукт растительного происхождения. Вот, винегрет, ну, там всякие овощи, вот, в том числе крахмалистые, наестся можно, в принципе, 150 грамм. Вот, а человек, который не думает даже считать калории, он лосось возьмет тоже 150 грамм, но только лосось. Вот, и тот, и другой возьмет еще пол ведра салата, там помидорчики, огурчики, то, что мы обычно не считаем, потому что это грубое пищевое волокно, по белкам почти ноль, по углеводам почти ноль, гликемический индекс низкий. Вот, ну, вот просто основа. Я сейчас вам этот рацион даю, как бы, как основа, потому что, когда вы собираете себе тарелочку, в тарелке ведь есть основное блюдо, и есть украшение, например, салат. Вот, и тот, и другой получает украшение в виде салата. Так вот, тот, кто выбрал винегрет с фасолью, получит 5 грамм белка. Вот, при этом 19 грамм углеводов. Напоминаю, белки – это строительный материал, жиры – это строительный материал, углеводы – это энергетический материал. А тот, кто выбрал лосось грилеванный, 31 грамм белка, 33 грамма жиров и почти не получит углеводов. Что же у нас по калориям? Первый, что винегрет, получит 136 килокалорий, прекрасно, очень низко. А тот, кто выбрал лосось грилеванный, почти, ну, 424. Ну, то есть, приличное количество. И теперь ужин. Первый человек выберет картофель вареный, как основное такое блюдо, плюс какой-нибудь салатик. Это 82 килокалории. А второй выберет такое же количество, 100 грамм, но баранины. И получит почти 300 килокалорий, ну и по белку 24 грамма белка. Вот так вот я вам прорисовала структуру рациона. Человека, который склонен выбирать калораж пониже, и человека, который не склонен выбирать калораж пониже, потому что он выбирает другое. Он выбирает съесть суточную норму белка. Например, я человек, который весит 60 килограмм. Мне нужно 60 грамм белка съесть в течение дня. Подходит ли мне такой рацион? Вот в баранине, ну, допустим, 25 грамм белка, в лососе 30 грамм белка, 25 плюс 30 это 55, и еще 24 в омлете с сыром. 55 плюс... 55 плюс... 20... 65... 75... 80 грамм получила я, да? 80 грамм белка я получила. Для меня даже многовато. Но так как я человек бегающий, я каждое утро пробегаю 5 километров, кроме те утра, когда я работаю, например, сегодня. Вот. И получается, что я могу использовать дозу белка не 60 грамм, а 60 плюс еще половинка, потому что я почти типа спортсмен. Понятно? Вот. Ну, хорошо. Ладно. Так вот. Давайте разберемся. Вот в этих калориях, которые я озвучила, кто же их все-таки придумал, видел ли их кто-нибудь, и откуда вообще пошел этот калораж. Видите ли, когда развивалось понимание о физиологии человека, это была эра научно-технического прогресса. И человечество вынуждено было каким-то образом измерить единицу энергии, которую может получать человеческий организм. Тогда что придумали? Тогда взяли газовую горелку, та, которую вы в школе на уроках химии пользовались. Взяли 1 грамм белка и сожгли над этой газовой горелкой. При сжигании выделилось какое-то количество энергии. Как можно было измерить это количество энергии? Догадались, как измерить. Это количество энергии умудрилось нагреть 4 миллилитра воды на 1 градус Цельсия. То есть, при сжигании 1 грамма белка выделилось столько энергии, что 4 миллилитра воды нагрелось на 1 градус Цельсия. И тогда решили, о, все, это у нас килоджоули энергии, это у нас килокалории энергии, 1 грамм белков при сжигании дает организму, тогда решили, 4 килокалории энергии. Понятно? Сейчас, подождите, я распутаю, сейчас я запутываю, а потом распутываю. Вот. Потом взяли 1 грамм углеводов и повторили эксперимент. И получилось примерно то же самое. Решили, что тогда при сжигании 1 грамма углеводов тоже образуются 4 килокалории энергии, потому что было нагрето 4 миллилитра воды на 1 градус Цельсия. Все классно. А потом взяли 1 грамм жиров и сожгли над газовой горелкой, друзья. И получилось так много энергии, что она умудрилась нагреть 9 миллилитров воды на 1 градус Цельсия, повысить ее температуру. И сказали, что при сжигании 1 грамма жиров в организме образуются 4 килокалории энергии. Друзья, я сейчас прям к вам обращаюсь. Посмотрите, пожалуйста, внутрь себя. Найдите газовую горелку. Где она у вас? Где у вас в организме источник открытого огня? Скажите, может быть, кто-то видел. Я себя посмотрела сзади, впереди, внутрь, заглянула, нигде не увидела источник открытого огня. То есть, это очень примерно. Просто люди вынуждены были, вынуждены были придумать какую-то измерительную единицу энергии, назвали это килокалории, и хоть как-то могут теперь оценивать энергетическую ценность пищи. Но к нашей физиологии, внимание, это не имеет ни малейшего отношения, ни-ка-ко-во. Это просто удобство. Это произошло где-то в 1870 году, и автор этого процесса, то есть, описание пищи с помощью вот этой энергетической ценности пищи, описание энергетической ценности пищи, это Олин Этуотер. Прошло 120 лет, наверное, уже больше, и диетологи до сих пор используют эти цифры и эти подходы при подсчете энергетической ценности продукта. Хотя сам Этуотер, ну как бы он это предложил, это было революционно на тот момент, но хоть как-то, потому что когда жил Этуотер, еще даже цикл Крепса был мне открыт, друзья. То есть, мы еще не представляли, как происходит сжигание в наших биологических системах. Мы тоже сжигаем пищу, но это точно не выглядит так, как над газовой горелкой, как это сделал Этуотер. Этуотер до конца своих дней сомневался и думал, боже, ну что-то там не так, ну что-то там не так. Но он не мог решить эту проблемку, потому что он имел ограниченное количество знаний. Но система Этуотера по сей день лежит в основе маркировки всех продуктов. Это не имеет ничего общего с нашей физиологией. Позвольте мне вам это объяснить. Так вот, смотрите, я беру белок. Белок, например, какой-нибудь сырок, сыр. Я взяла сыр, положила в ротовую полость, ничего не будет. Ладно. То есть, в ротовой полости белки, сыр, это белок, они не будут расщепляться. Я проглотила, и в желудке теперь этот сыр лежит, и здесь соляная кислота готовит белки этого сыра к расщеплению, и пищеварительные ферменты расщепляют до, ну, большую такую длинную молекулу белка до менее длинных запчастей, кусочков белка. Так что у меня образуются полипептиды, но частично аминокислоты. Потом эти обрывки белка идут дальше в двенадцатиперстную кишку и, к счастью, встречаются с соком поджелудочной железы. И здесь уже химотрепсин разбирают вот эти обрывки белка на олигопептиды и аминокислоты на структурные единицы, которые могут уже беспрепятственно всосаться через ворсинки кишки ниже и в кровь пойдут аминокислоты. Все это пройдет через печень. Печень сделает свои уже белки, печень что-то пропустит, соответственно, потом эти аминокислоты пойдут в общий кровоток. И что делают клетки? Клетки должны воспользоваться этими аминокислотами, потому что аминокислоты это строительный материал для ваших белков. Соответственно, клетки могут сделать катализаторы, ферменты из этих аминокислот, клетки могут сделать антитела, то есть иммунную защиту, клетки могут сделать ваш коллаген или миоглобин мышечную ткань, потому что строительная функция. Клетки обязательно сделают транспортные белки, в том числе гемоглобин и клетки обязательно сделают мышечное волокно, двигательная функция, это все на белке. Обладают ли аминокислоты способностью сжигаться в нашем организме не над газовой горелкой, сейчас покажу где, с образованием энергии? Конечно, конечно, потому что наше тело состоит из белков и жиров, углеводов в нашем теле очень мало, небольшой запас глюкозы, примерно 5 миллимоль на литр в крови, глюкоза, которая очень быстро может быть израсходована, небольшой запас гликогена в печени и в мышцах, а если человек, допустим, перестал есть, то тогда из чего мы состоим? Вот взяли, расщепили, из чего мы состоим, в том числе белок, из этих аминокислот можно спокойно сделать энергию. Но это глупо! Вот я вчера вела живое мероприятие, я его начала с того, с истории. Давайте я вам эту историю расскажу. Прям настоящая история. Я тогда была клеткой, клеткой вашего тела, и я пришла к другой клетке вашего тела в гости. А мир клеток, он знаете какой? Солнца нет во внешней среде, там абсолютное, вот как, знаете, как в космосе, абсолютное темно и очень холодно, очень холодно. А вот, а в клетках есть такие камины, называются митохондрии, вот, и если туда бросить что-нибудь, что там может быть сожжено, вот, соответственно, будет в клетке тепло, уютно, свет и все такое. Вот я взяла, пришла к вам в гости, а у вас вообще камин почти потух, и, ну, честно говоря, очень холодно и темно, а я хотела посидеть с вами, выпить бокал вина, поболтать о том о сём. Ну, в общем, мне неуютно, поэтому я пошла в машину, взяла дровишки, это могут быть аминокислоты, это могут быть жиры, но, как правило, это всё-таки углеводы, и подбросила в камин, и камин разгорелся, стало тепло и светло. Вот, это называется энергетическая функция клетки. Да, и вот, и если организм не кормить, то, в принципе, организм может сжечь что угодно, и белки, и жиры, и углеводы, но об этом немножечко позже. Давайте посмотрим, насколько легко получить энергию из жиров. Вы съели что-то жирненькое. Что ж вы такое жирненькое съели? Кусочек сала съели, и держите, и пока его в ротовой полости, ничего с ним не происходит, там нет фермента для переработки. Вы проглотили этот кусочек сала, он стоит в желудке, и не обрабатывается, потому что желудок не умеет перерабатывать жиры. Да что ж такое? Этот комочек пошел ниже, это сало пошло ниже, и в 12-перстной кишке должно встретиться с желчью, то есть ваш желчный пузырь должен сократиться и выдавить желчь для того, чтобы эмульгировать, подготовить к всасыванию жиры вашего сала. И если у вас плохо работает желчный пузырь, то беда, не будет этой эмульгации. Понимаете, в чем дело? Тут же поджелудочная железа работает, и она делает ферменты липазы, которые расщепляют это ваше пищевое сало, Потом это все дело идет ниже, 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 что смогло, то всосалось, друзья, всосалось в лимфу, потому что мы сейчас работаем с жирами, жиры в крови нерастворимы, поэтому только глицерин идет в кровь, а все остальное, холестерин, свободные жирные кислоты и так далее, они идут в лимфу, фосфолипиды идут в лимфу, а потом только в кровь, то есть задумайтесь, некоторые думают, я жирная, потому что я ем жирное, потому что вы думаете, что вы съели что-то жирное, и оно сразу отложилось, нет, оно сначала в лимфу придет, потом в кровь придет, потом, если вы слушали мое выступление по холестерину, для каждой клетки организма очень-очень важно строить биологические мембраны, они выглядят вот таким образом, два слоя жиров, которые нужно каждый день давать и каждый день строить, потому что вот этот двойной забор из липидов, он, ну, вот такой, вечно то здесь прохудится, то здесь прохудится, его постоянно нужно перестраивать, и кое-где встроенная в этот забор молекула белка, которая действует как канал, все, что нужно в клетку идет, все, что не нужно из клетки вываливается, так вот, вот эти биологические мембраны, мы живем благодаря им, что такое жизнь, в определении не помню кого, это жизнь белковых тел на поверхности биологических мембран, все ваши биохимические реакции происходят на поверхности биологических мембран, в том числе сжигание пищи, поэтому, у кого мембрана на твердую пятерку, я уже читала эту лекцию, тот молод, кто не знает, как строить свои биологические мембраны, экономит на жирах, тот стар, потому что свободные радикалы, что-то еще постоянно пробивают бреши в этих биологических мембранах, и белки не могут хорошо функционировать, а мы все состоим из биологических мембран, у нас нет другого строительного материала, вы мне скажете, Лена, из чего мне сделать митохондрию, я скажу, из биологических мембран, Лена, из чего мне сделать ядрышко, я скажу, из биологических мембран, Лена, из чего мне сделать липосому, из биологических мембран, это единственное, из чего мы можем себя строить, так вот, когда вы кушаете пищевые жиры, они начинают перевариваться только в 12-перстной кишке, и никогда это не делают полностью, никогда это не делают полностью, именно поэтому ваша здоровая какашка плавает в проруби, знаете, говно в проруби не тонет, вот это вот оно, какашка состоит из непереваренных жиров, давайте продолжать бояться жиров, давайте продолжать ограничивать калории, видите ли, потому что самое большое количество калорий находится в жирных продуктах питания, а теперь углеводы, друзья, а теперь углеводы, и так, к углеводам относится сладкое, все, например, ваш сахар столовый, это глюкоза плюс фруктоза, это фруктоза, это то, что содержится в фруктах, мы же выбираем фрукты послаще, да, это крахмалы, это все, все, что состоит из муки, это картошка, это овсянка, и клетчатка, это то, что мы не можем переваривать, потому что у нас ферментов нет, например, ну, древесину мы же не можем переваривать, грубое пищевое волокно, там, отруби разные, углеводы, которые находятся в зелени, отчасти в фруктах, отчасти в овощах, вот, все это проникает в нашу ротовую полость, например, вы взяли горбушку хлеба, жуете, но не глотаете, жуете, но не глотаете, если очень долго хлеб держать в ротовой полости, то что вы почувствуете, что содержимое ротовой полости стало сладеньким, это ваши ферменты, амилазы, уже начали в ротовой полости расщеплять сложную крахмалистую молекулу, крахмал, это глюкозинка, 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 глюкозинки отщепляют, вот, и эту глюкозу мы уже чувствуем на вкус, крахмал не сладкий, а глюкозинка, каждая по себе, сладкая на вкус, поэтому, если долго что-то крахмалистое держать во рту, не глотать, то вы почувствуете сладкий вкус, ооо как, это единственный продукт питания, ни белки в ротовой полости не расщепляются, ни жиры, а углеводы уже в ротовой полости расщепляется более того если вы возьмете столовую ложку чайную ложку сахара и будете держать под языком она потихонечку провалится то есть она рассосется она уйдет сразу в кровоток сразу кровоток и сублингвального пространства даже глотать не надо вот так вот быстро это идет в кровь непосредственно ладно мы взяли проглотили в желудке ничего с углеводами не происходит там только белки переваривается потом это спускается ниже и вот здесь работают амилазы поджелудочной железы они берут крахмалы расщепляют до глюкозы фруктозы и это все дело через ворсинки кишечника всасывается в кровь истоком крови идет везде 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 и клетка говорит мне нужна глюкоза мне нужна глюкоза мне нужна глюкоза мне нужна глюкоза и разобрала всю глюкозу для чего глюкоза и и очень легко сжечь это вот те самые дровишки которые или там мукалатура которые я взяла в своей машине и бросила ваш ваш камин и это все быстренько стало тепло и светло и так далее понимаете вот это вот именно она так и верна ли схема друзья мои возвращаемся к схеме эту отра реально ли 1 грамм углеводов дает вашу клетку 4 килокалории энергии может быть и соглашусь реально ли 1 грамм белка даст вам 4 килокалории друзья вам еще нужно умудриться в желудке подготовить к перевариванию эти белки эти белки потому что белки нужно расщепить до аминокислот вам нужно спустить это все 12 перстную кишку и там до переварить а потом вам нужно иметь здоровые петели тонкой кишки потому что 60 процентов успехов в переваривании ваших белков лежит на вот этих вот клеточках которые имеют щеточную каемку и которые переваривают уже олигопептиды небольшие кусочки белка до отдельных аминокислотах если это не произойдет вы можете есть белок но нифига вы не получите ваши внутренние среды в кровь он просто виде аминокислот не придет в кровь и даже если организм вдруг сойдет с ума и решит сжечь аминокислоты из которых может сделать ваш коллаген ваш инсулин ваш миоглобин ваш гемоглобин он возьмется идет с ума и решит их сжечь с образованием энергии у него это не получится потому что вы то поели но в кровь аминокислоты вы не дали так верна ли схема а теперь по поводу жиров та же самая история друзья чем старше человек тем хуже у него работает желчный пузырь каждая третья женщина после 55 лет имеет желчекаменную болезнь соответственно это означает что желчный пузырь плохо работает желчь плохо выделяется в просвет 12 перстной кишки и это значит одно эмульгация жиров отвратительно и жиров не хватает даже на построение собственных клеточных мембран не говоря уже о том что там сжигание какое-то друзья если бы все соответствовало вот этой схеме один грамм жиров 9 килокалорий то когда человеку плохо и он в отделении интенсивной терапии его бы жирами спасали но его не жирами спасает ему быстро глюкозу дают капает внутривенно то что глюкоза это моментальная энергия только дал сразу видели людей которые гипуют ручки-ножки трясутся страх смерти и надо срочно что-то съесть но люди диабетики которые гипуют дали себе большую дозу инсулина например вот и глюкоза в крови упала что он делает он берет кусочек сахара кладет под язык и тут же легчает еще раз напоминаю друзья камин камин это митохондрия в митохондрию вы можете заснуть засунуть аминокислоты не белки аминокислоты сжечь с образованием энергии вы можете углеводы засунуть желчь с образованием энергии и жиры почему потому что получение энергии это вопрос жизни и смерти для человека поэтому он свои митохондрии умеет сжигать абсолютно все но он не дурак мы с вами на биохимическом плане мы не дураки мы не будем сжигать белки из которых мы можем построить новые клетки новые мембраны мы не будем сжирать сжигать пищевые жиры потому что иногда не хватает до для построения просто клеточных мембран поэтому если человек питается то он будет сжигать углеводы пищевые углеводы с образованием энергии в чем моя фишка я прошу вас питаться у меня никогда вы не ходите голодные но я прошу вас есть углеводы с низким гликемическим индексом не крахмалы и не сладости то есть я вам не даю дисахаридов и не даю полисахаридов именно крахмалов но вы кушаете углеводы который содержит большое количество клетчатки и их я не ограничиваю соответственно клетка говорится что ребята а что еще происходит мне же энергия нужно мне же нужна энергия тогда мы клетки обращаясь на вы говорим смотри смотри ты не в стрессе ты не в голоде мы тебе даем суточную дозу белков на постройку перестройку клеточных мембран бери пожалуйста вместе с белками приходит суточная норма жиров на постройку перестройку клеточных мембран вот бери пожалуйста клетка нет нет вы меня не поняли я спрашиваю где мне энергию брать про строительный материал спасибо большое а энергию откуда мне брать смотрите друзья если вы мне задаете вопрос о похудении это значит что в клетке есть уже запас жиров из какого процесса из вот этого процесса то есть какое-то время вы передозировали углеводы вчера у меня была встреча на этой встрече абсолютно каждая женщина сказала что она хочет похудеть то есть какое-то количество времени эти женщины передозировали углеводы было много глюкозы при приходила в клетку клетка в клетке глюкоза превращалась в перу ват перу ват шел туда в топку в митохондрии а в митохондриях у пера у перу вата две судьбы либо он пойдет на сжигание в цикл крепса при условии что клетки нужна энергия это единственный условий если клетки в данный момент не нужна энергии по что хозяйка клеткой не пользовалась сегодня еще и вчера не пользовалась и последний раз на физкультуре было в одиннадцатом классе то тогда вот это вот вещество которое уже цитрат вернется в цитоплазму и в цитоплазму клетки там где ядро и из нее сделают жирную кислоту триоцилглицериды сделают холестерин будет зашкаливающий уровень холестерина и будут отложения жиров в клетке в этой клетке это будет запас но это были не пищевые жиры изначально это были пищевые углеводы с на изначально понимаете в чем дело так вот как поставить клетку в условии когда ну пожалуйста сожги жиры это не значит что нужно давать мало жиров с пищей друзья медицина разбила лоб а эту этот основной постулат медицина 30 лет подряд обезжиривала нашу пищу нам было все хуже и хуже мы были все толще и толще и атеросклероз инсульты инфаркты и рак начинался все раньше и раньше и наконец в какой-то в каком-то не помню кстати 1990 дремучем году было проведено исследование на огромном количестве женщин там не знаю полно в районе 50 тысяч женщин это было очень знаменитое исследование этим женщинам одним из них ограничивали жиры а другим из них ограничивали углеводы так вот тем которые ограничивали жиры они имели результат по снижению веса в первый год но очень незначительный а потом набирали больше а вот и к ним быстрее приходили все болезни цивилизации а те которые ограничивали углеводы они имели хороший результат и в первый год наблюдений и дальше и дальше и у них не было болезни цивилизации забыла я название этого исследования но где-то на мне в другой презентации есть типа исследование женского здоровья которое объясняет почему низко жировые диеты не работают но это так провели исследование ужаснулись и что кто-то у нас попросил прощения сказали извините наша предыдущая концепция была неверна мы вас вели 30 лет не туда поэтому сейчас мы пищу не обыжить не обезжириваем кто-то это сказал вообще кто-то принял ответственность на себя нет поэтому что что я выбираю вот я человек не считающий калорий на что я акцентирую внимание при подборе себе рациона я обращаю внимание только набер на белки друзья это я вам уже объяснила то есть я считаю только белки это намного проще чем считать калории потому что когда вы считаете калории калории это суммирую суммируемая сумма энергии который типа пришла из белков типа из жиров типа из углеводов а я считаю только белки и моя задача не обидеть себя по белкам вот возьмите сейчас быстренько просчитайте количество белка которое вам нужно в течение дня очень просто ваш вес в килограммах это сколько в граммах вы должны себе дать белка возьмите напишите мне это в чат то есть если вы вести восемьдесят три килограмма то на перестройку каждого килограмма вашего веса вам понадобится всего лишь один грамм белка то есть вам нужно 83 грамма белка если вы мужчина то у вас больше мышечной массы 1 грамм белка мало 1,2 грамма белка то есть если вы мужчина который весит 100 килограмм ну ведь большие крупные мужчины красавчики значит 100 умножаем на 1,2 вы получаете 120 грамм белка возьмите и напишите мне этот в чат потому что важно чтобы вы не забыли до 57 грамм белка вот и подбирайте себе по белку вот что такое 57 грамм белка ну лосось там к примеру баранина она на на завтрак допустим одно яйцо там кусочек сыра да вот уже и подобрали да кто женщина и весит выше 100 килограмм пожалуйста мы 120 грамм не надо давать даем себе 100 грамм белка потому что тут еще надо его умудриться переварить кстати говоря из этой суммы вырастает и частота кратность питания вот вчера мы спорили с девочками ну как спорили спорили с девочками было вчера живое мероприятие в варне на тему расчета рациона настаивают девочки с большим весом на двухкратном питании я говорю как друзья вот если ты весишь 100 килограмм каким образом ты можешь питаться два раза это значит что тебе нужно 100 грамм белка который нужно распределить в течение дня ты питаешься два раза 50 грамм белка на на завтрак и 50 грамм белка на ужин ты просто столько не переваришь нормальная пищеварительная система может ну 30 ну 40 грамм белка переварить 50 это тумач смотрите когда я обращаю внимание на белки параллельно приходят жиры я на них внимание не обращаю и я слежу чтобы это были продукты с низким количеством углеводов это второе зачем я слежу здесь для простоты вашего восприятия я введу термин гликемический индекс я сейчас не буду ничего о нем говорить это просто описание этих углеводов с какой скоростью эти углеводы придут в кровь в каком количестве так вот если вы убираете высоко белковые продукты белки дружат жирами тогда углеводов будет будет мало и мы не смотрим на калорий не смотрим это очень сытное питание ну вот я зачитаю вам результат вчера была на свадьбу племянника без проблем можно было выбрать то что можно на свадьбе большое количество всего было сытно легко очень приятно в желудке по сравнению с теми кто мешал все до кучи в итоге сегодня минус 300 грамм опировали до двух ночи мне очень нравится как организм реагирует на новое питание сытно легко меньше перепадов сахара в крови меньше колбасит это люди я я даже орфографические ошибки не справляю так как есть так и зачитываю татьяна за две недели с начала программы что за программа я сейчас вас буду приглашать то что черная пятница я не знаю почему вы до сих пор не в системе старости нет что вас удерживает так вот за 2 недели с начала программы талия минус 5 сантиметров живот минус 3 бедра и голень по одному сантиметру грудь осталась на месте ура и вес минус 2 и 3 друзья многие из вас вот я вчера посмотрела на девочек они тяготеют к интервальному голоданию к просто голоданию для них система очищения организма это голодание друзья смотрите вот та схема в цикле крепса в митохондрии в топке все равно что сжигать если вы перестали давать что-либо вообще что-либо мы надеемся что пойдут на сжигание именно жиры вот те которые мы отложили не вы не даете углеводов давайте я вернусь вот вы смотрите вы уперлись вы не даете углеводы но вы не даете белки и вы не даете пищевые жиры то есть вы ничего не даете и народ думает что я же от я же своим неправильным питанием отложил вот те жиры которые из глюкозы образовались вот организм пойдет жировые амбары и сожжет эти жиры а с чего вы решили что только жиры нет и белки ваши в том числе потому что вы перестали жрать вообще а ваши ферменты белковые работают ваши гормоны белковые работают вы продолжаете думать вы продолжаете мышцами работать и так далее то есть выделяется гормон кортизол надпочечниковый который идет в мышечную ткань разбирают белки до отдельных аминокислот кто-то идет в топку это все равно что кормить что это все равно что сжигать 100 долларовые купюры в камине тоже будет тепло а кто-то идет на построение других белковых молекул жизненно необходимых в данный момент времени то есть человек который уперся и вообще перестает что-либо есть он теряет мышечную массу да он теряет те запасы жиров в том числе но он выходит из голодовки с меньшей мышечной массы и с меньшим количеством жиров но так как голодовка его не научила правильно питаться он потом опять начинает питаться так как привык и и он добирает еще большее количество жиров потому что организм уже понимают у хозяйки иногда крыша съезжает на бекре не она перестает кормить поэтому теперь все что она будет есть мы будем откладывать и при этом еще меньшее количество белковой массы у вас потому что друзья почему так важно всю жизнь работать на наращивание мышечная масса потому что если у вас если вы преимущественно из мышц состоите если у вас много мышц то вы спите а мышечная масса сжигает что жиры или углеводы запас гликогена если гликоген израсходован значит жиры будет сжигать вот эти вот жиры которые вы могли уже накопить они могут пойти в топку но нам нужно сделать смотрите как хитро мышцы они очень много весят мышцы реально много весят жир очень мало весит но нам объемный мы должны с вами таким образом работать чтобы вот вы хотите просто меньше весит а я думаю как сделать так чтобы у нее мышц стало больше мышцы стали больше весить а жировая ткань стала меньше то есть мы должны такой отвес по жировой ткани дать чтобы на ваших весах был минус но при этом мышечная масса все-таки была в плюсе мышцы вверх жир вниз и при этом общий вес вниз вот это правильный подход который вам дает в конечном итоге красивая здоровая гибкая сексуальная молодое и живучие тело потому что можно до худеться догреметь гостями но это будет кости на которых тонкая прослойка мышечной ткани а потом все равно желеоподобный жир вы не видите таких людей я вижу ее трогаешь вот а она прям вот такая как медузка внутри под кожей поэтому друзья если животное не кормить она выкрутиться например верблюд запасет питательные вещества в виде жира мы точно такие же выводы первое не считайте калорий это запутывающая технология которая не имеет ничего общего с реальным положением вещей это видимо старая презентация по что у меня есть новая презентация смотрите фактически вот эта теория это термодинамика второй закон а на самом деле уж не помню в каком году был открыт цикл крепса в котором это такой круг из 12 биохимических реакций мы туда бросаем глюкозу и это глюкоза идет по шести биохимическим реакциям это очень сложно или мы туда мы туда бросаем аминокислоту ее переделывают так чтобы можно было сжечь вот тоже в этот цикл крепса или мы туда бросаем жирную кислоту и она тоже по-своему сжигается ничего общего с термодинамикой нет мы устроены намного сложнее у нас сжигание не в газовой горелке происходит а в вашей мембране митохондрии это сложный процесс и он неоднозначный потому что митохондрия может выбрать не как огонь сжечь сразу все и белки и жиры и углеводы и получить какое-то количество нагретой воды а ваша митохондрия умная она выбирает есть углеводы сначала их сожгу нет углеводов ну ладно возьму жиры сожгу если отключили вообще питание значит жиры сожгу вместе с белками это понятно поэтому мы не имеем права оперировать калориями и люди на ограничение калоража худеет только потому что они получают ну как бы обратную связь ты извини милочка он тоже съедаешь 5000 калорий как ты вообще можешь похудеть она снижает до двух с половиной там до 1700 и худеет ясное дело что перестала переедать считайте количество белка доводите его до суточной нормы чтобы не изнашиваться друзья по углеводам используйте только сложные и не крахмалистые углеводы и друзья вы хотите сжечь свои запасенные жиры не пищевые а те которые вы уже запасли в клетке они тут они в клетке если вы дадите меньше углеводов тогда клетка скажет ну извини ну мне же нужна энергия и она возможно постучиться вот в эти амбары заполненной уже запасенными жирными молекулами но эти жировые молекулы будут сожжены где на мембранах митохондрий в той топки в том камине тогда вы должны задать мне вопрос лена а как мне понять сколько у меня митохондрий может быть у меня одна митохондрия и в очередь на сжигание к этой митохондрии стоит 500 молекул жирной кислоты такое может быть может быть если у тебя мало митохондрий а как сделать чтобы было много митохондрий только физическая нагрузка причем аэробная физическая нагрузка мы можем дать аэробную физическую нагрузку это то что я заставляю мотивирую пугаю шутками прибаутками но на нулевой ступени системы старости нет вы начнете применять эффективно необычную какую-нибудь а эффективную аэробную нагрузку которая за 21 день нулевой ступени удвоит количество ваших митохондрий соответственно стояла 500 молекул жирной кислоты на каждую митохондрию а сейчас 250 на сжигание соответственно больше каминов для сжигания жирных кислот быстрее идет процесс быстрее идет процесс у вас больше мотивации больше я еще неделю назад имела талию 100 а теперь она мне 95 это мотивация это мотивация это очень серьезная мотивация друзья почему я имею право вообще говорить об этом то что мне некоторые годли на это никогда не была толстой ты вообще не можешь понять меня то что ты никогда не была толстой я-то не была толстой но я была никакой причем это было вот 2010 что ли год вот я фотографию показывать 2010 год бесформенная я себе не нравилось я перестала танцевать под звуки музыки я в общем не еще 40 не было а я уже себя чувствовала как на 50 и потом когда я все это дело поняла применила я встречаю людей которые все понимают но по их телу не видно поняла и применила друзья в чем моя сила вот вы сейчас поняли давайте применим потому что вы поняли тогда когда вы реализовали я терпеть не могу терять деньги потраченные на образование и время потраченное на образование все за что и заплатила деньгами или временем я реализовала реализует этот час времени который мы провели вместе потому что если вы все понимаете результата нет значит вам нужно поместить себя в сиропчик где все получают результат потому что все нарабатывают привычку я сейчас вам проговорила привычка двигаться для митохондрии привычка есть суточную норму белка для что для чтобы строить все свои белковые структуры привычка строить свои мембраны в том числе митохондриальные привычка не давать себе большого количества углеводов потому что они же в жир при превращаются а еще бы желательно привычка переваривать пищу а ну-ка 5 привычек сразу 5 привычек молодого человека это моя анастасия дочечка очень крупная девочка уже 18 лет 17 лет но она в 17 лет поняла что идет не туда сбросила за год 17 килограмм и сейчас стройненькая красивая сексапильным когда я с ней захожу в магазин я покупаю ей три платья потому что я не могу понять как можно выбрать на ней все хорошо сидит это моя кума виктория если виктория меня слышит я с тобой вика вот которая себе сделала подарок 50-летию минус 50 килограмм посмотрите что-то на ней висит на ней что-то обвисло посмотреть друзья я желаю да сейчас прямо стала ходить на месте конечно да я так работаю жанна на людей я так работа на людей меня слушает и сразу делает и так я желаю вам нарастить мышечную массу это первая ступень системы старости нет я желаю вам поплавить жиры это четвертая ступень системы старости нет я желаю вам наладить пищеварение пищи на твердую пятерочку это первая ступень системы Я желаю убрать вам все токсины и болячки. Токсины пятая ступень системы старости нет, болячка шестая ступень системы старости нет. Я желаю посетить вам, посетить новую страну, потому что когда вы здоровы, когда вас ничего не ограничивает, вам хочется саморазвития, видеть широты горизонтов и так далее. Вы становитесь любопытными, и вы реально живете, а не доживаете. Есть понятие жизнь, а есть понятие дожитие. Попробуйте понять, в чем вы, в жизни или в дожитии. Может быть, у вас нет спутника жизни, человека, который вас вдохновляет, человека, ради которого вы просыпаетесь каждый день, встретите спутника жизни. Спутника жизни может встретить здоровый человек, потому что у него на это есть энергия. Может быть, вы решите освоить новый танец или вид спорта как двигательное хобби. Я прямо на этом настаиваю. Потому что люди вышивают крестиком, рисуют картины. Это прекрасно. Но желательно, чтобы ваше хобби было двигательным, потому что ваше тело хочет себя строить, хочет поплавить ваши жирики. Но сразу скажу, за этот год я добавила танго. Я еще не очень хорошо танцую, но могу поддержать разговор. Погрузитесь, я вам желаю погрузиться в счастье. Когда у вас телесное счастье, у вас и голова по-другому соображает. Когда у вас голова по-другому соображает, вы структурируете пространство вокруг себя. Мы все волшебники. И когда вы в болезни, вы структурируете по-другому пространство вокруг себя. Я вам желаю быть полезным людям. Потому что вот я вчера была на встрече на живой. Знаете, кто ее собрал? Екатерина ее собрала. Это девочка, которая сделала минус 10 килограмм. Ее еще есть куда идти, но она уже счастливая. Она уже структурирует пространство вокруг себя. И она уже полезна людям. Она ртом рассказывает. Посмотрите, я падала в обморок. Я доживала. А теперь у меня столько энергии, то да сё. Давайте все со мной. И, пожалуйста, разберитесь, как себя кормить. Это не сложно. Вот это вот я... Это то, что я вам желаю. Это, ну, абсолютно... Я не знаю. Это не... Ну, это не сложно. Это нужно. Теперь смотрим на мой экран. А я показываю, как выглядит уже это приложение. Вот они ступени системы... Нет, это не оно. Вот они ступени системы старостенец. Всего 12 ступеней. Одна ступень... Ступенька 21 день. Почему 21 день? Чтобы вы привыкли. Это время на наработку новой привычки. Нулевая ступень это о движении. И вот, видите, день 1, день 2, день 21. И каждый денёк это моё коротенькое видео. Пяти минутка, десяти минутка. И эти видео, ну, знаете, против лома нет приёма. И против логики нет приёма. Я так логично говорю, что вы будете делать. У меня все делают. У меня не бывает такое, что люди не делают. Итак, нулевая ступень движения. Первая ступень. Мы строим тело. Потому что считаем суточную норму белка. Доперевариваем. Считаем рацион. Вторая ступень. Мы разбираемся с водой. Боже, я не пила вода. Вы мне не подсказали. Третья ступень. Плавим жиры. Потому что работаем с углеводами. Потом строим клеточные мембраны. Клеточная защита. Потом убираем токсины из организма. Потом убиваем условно-патогенных. Грибы, глисты, хламидии, мекоплазмы. Герпес, цитомигаловирус и так далее. Потом активируем обмен веществ. Убираем все дефициты. По витамину D, по ферритину и так далее. Потом курс потребительской грамотности. Вы заходите в магазин и не тратите свои деньги на яды. Потом работаем с осанкой. Девятая ступень. Потом с личиком. Десятая ступень. Потом с молодым красивым движением. Одиннадцатая ступень. И двенадцатая ступень. Передай другому. Называется. Передай другому. Что у нас еще здесь есть в приложении? Чат общения. Друзья, вы получите... Это приложение вас обучает. Это первый момент. А второе. Вы попадаете в чат общения в Телеграме. Я и мои кураторы. Каждый день мы просыпаемся и бежим в этот чат. Что же там наши девочки написали? Какие же у них результаты? Потому что каждые семь дней я у вас прошу замер результата. Чтобы вы выдавали это в чат, чтобы мы могли понять, чем мы вам можем помочь. Либо вас похвалить, потому что все хорошо. Либо попросить нечет питания. Поговорить с вами. Выяснить, почему нет результата. Вот. И конспекты здоровья здесь есть. Боже. Ну, например, как построить коллаген. Конспект здоровья. Как построить коллаген. Нажимаете, и он открывается. Это уже нутрицологическая поддержка. Это нутрицептические схемы, которые работают у меня с 2008 года. То есть здесь нет ни одного, ну, как бы, такого ненужного пунктика. Это все рабочие-рабочие схемы. Я невероятно хочу пользоваться мировой культурой. Мировая культура вся на английском языке. Я невероятно хочу пользоваться мировыми достижениями научными. Потому что это все, в принципе, достаточно много англоязычного. Вот. И так далее. Поэтому у меня невероятное желание выучить этот английский язык. Просто невозможное желание. Я этим занимаюсь каждую ночь. Потому что еще немножко подтяну уровень, и мне откроется весь мир. И это моя мотивация. Это моя мотивация. А вы теперь возьмите эту мотивацию, переверните на свое тело. Какая будет моя жизнь, если у меня будет вот такой вес? Как я буду двигаться? Как на мне будет сидеть это платье? Уйдут ли эти болячки хронические? Какой пример я буду подавать своим домашним? Как на меня будет смотреть муж? Смогу ли я найти, если у меня мужа нет, допустим, смогу ли я найти пару себе? Потому что, ну, люди все равно оценивают по уровню здоровья в том числе. Да? Вот. И так далее. То есть попробуйте захотеть. Ну, как только вы захотели, я уж тут как тут. У меня хорошо удается сопровождать. Вот. Понятно? Теперь я открою ваши вопросики. Смотрите, у нас сегодня не день ответов на вопросы. Не день ответов на вопросы. Поэтому просто сейчас смотрю такое самое... Спасибо, Оля. Пишет это счастье, что есть Лена Бахтинова. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Как выяснить, в каких продуктах сколько белка? Жанна, это табличные данные. Забивайте пищевая ценность продуктов питания. Все. И вы все знаете. Запеченные овощи в духовке. Красный болгарский перец, синенький. Это не вредно, это очень полезно. Потому что сами по себе и болгарский перец, низкий гликемический индекс. И синенькие, это баклажаны, низкий гликемический индекс. Кушайте на здоровье. Ясное дело, их нужно приготовить, да, приготовить. То есть размягчить, подвергнуть термической обработке. Это вкусно и полезно. Так, 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 так. Так, не дружу со спортом и даже элементарные упражнения не могу себя заставить. Может, у вас есть волшебный пинок на такой тяжелый случай? Да, Оксана Яшманская, у меня есть серьезный пинок. Я 21 день вас буду пинать и допинаю. Это нулевая ступень, системы старости нет. Ой, спасибо, спасибо, Юра. А чем заменить замброзу на iHerb, если нет возможности покупать продукты NSP? Ищите другие антиоксиданты. Скажите, пожалуйста, если духовки нет, микроволновка не может заменить? Ну, микроволновка, там другой способ обработки продуктов, да, за счет того, что диполи воды с бешеной скоростью, ну, немножко вот как бы поворачивается туда-сюда, туда-сюда. И происходит разогрев продуктов питания. Вот, поэтому, ну, конечно, лучше в духовке. Если духовки нет, то что же сделаешь? Свекла в вареном виде имеет высокий гликемический индекс 84. Поэтому, если вам нужно худеть, свеклу мы используем в сыром виде. Хлеб можно ли есть, какой лучше? Если вам нужно снижать вес, то пока хлеб кушать не нужно. Если вы в оптимальном весе, то в любом случае не надо выбирать хлеб из муки высокого сорта, высших сортов. А нужно выбирать те, которые имеют более низкий гликемический индекс. Там может быть с добавлением ржи, цельнозерновая мука и так далее. Сейчас лучше звук, да, друзья, что я никак не могу помириться с этим. Мультиварка – отличное решение, да, отлично, согласна с вами. Так, здравствуйте, что можно сделать с камнем в желчном пузыре? Напишите мне в директ этот же вопрос. Скажите, что можно сделать с камнем в желчном пузыре? Мои помощницы дадут вам конспект здоровья, что нужно делать при желчекаменной болезни. Это лецитиновая терапия. Лецитиновая терапия – это то, что позволяет размылить этот камень, если он холестериновый. Ну, где-то 90% камушков в желчном все-таки холестериновый. Друзья, вопросы по здоровью. Вы сейчас подписываетесь сюда и сюда, ну, в смысле на YouTube канал подписывайтесь, на Instagram канал. Я в среду, в эту среду выйду в эфир и отвечу на ваши вопросы. Ртом прям отвечу на ваши вопросы. Вы приходите в прямой эфир, задаете мне вопросы, и я на них отвечаю, окей? Вот, вот так вот это работает. А сегодня, по-моему, мы с вами хорошо позанимались. Мне тут девушки, мои замечательные организаторы, сбросили вопросы, на которые нужно ответить. Я отвечу очень сейчас быстро в телеграфном стиле, друзья, чтобы не обидеть вас. Оксана, 46 лет. Я пишу, что она в климаксе, 6 лет. Как сберечь суставы и кости здоровья? Конспект здоровья номер 12. Это конспект защита от остеопороза, от остеохондрозов, от порчи, осанки, походки, оголения шеек, зубов. Потому что, ну, 40 лет в менопаузе это жестоко, конечно. Любовь, 53 года. Как похудеть, не считая калорий? Сегодня рассказала Татьяна, 53 года. Как снижать лишний вес? Прийти в систему старости нет и один раз навсегда приобрести себе привычки стройного человека и всю жизнь улучшать результат. Татьяна, 53 года. Протокол питания при АИД. Это у нас будет в системе старости нет. Шестая ступень системы старости нет. К этому моменту вы уже привыкнете к низкоуглеводному питанию. И легко сможете быть на аутоиммунном протоколе. При АИД это абсолютно необходимо. Юлия, 48 лет. Витамин D и стройность. Есть связь. Если человеку нужно похудеть, если особенно он в инсулино-резистентности, то уровень витамина D нормальный не 30 нанограмм на миллимоль, а 50-60. Тогда легче выйти из инсулино-резистентности. Почему? Потому что рецепторы к витамину D есть практически везде, на всех клетках. И витамин D работает, раздражая эти рецепторы, в том числе как анаболик. То есть он помогает расти мышечной массе. А это очень выгодно. Когда мышечная масса большая, то вы даже в состоянии покоя сжигаете большое количество энергии. Анжелика, 42 года. Что есть, чтобы не было вздутия? Нужно пройти первую ступень системы старости нет, вторая неделя о допереваривании пищи. Это достаточно большой вопрос, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот, слушайте, ну если бы у меня было маленькое, ну недостаточное понимание о том, как фурычит организм изнутри, и как мне его понять, миленького, чтобы я его не обижала. Я бы пришла в систему старости нет. Я так упаковала информацию, что я отвечу на все ваши вопросы не просто вот так, языком. Но ещё вы проверите тот стиль жизни, получите от него результат и не захотите отказаться. То есть это практическая вещь. Татьяна, 43 года. Как не набрать лишних килограммов в час подорожи во время путешествия, а выбирать продукты, которые содержат должное количество белка, тогда вы будете сытенькая, и не содержат крахмалистых и сладких углеводов. Да, когда вы путешествуете, проще всего съесть что-нибудь углеводное, но я тоже много путешествую, и я из поездок приезжаю более подтянутой и более красивой, потому что поездки всё-таки это ещё и физическая нагрузка. То есть ты приезжаешь в новый город, в новую страну, ты спать не можешь, потому что тебе нужно посмотреть, что же там за окном, ты гуляешь, ты получаешь удовольствие, эмоции, главное не накосячить с едой. Вот как? Я отчасти сегодня сказала, приходите в систему старости. Нет. Евгения, 39 лет. Что при необходимости лучше поесть вечером, если ужин бывает в 20-22.00? Я сегодня об этом говорила. Мы берём высокобелковый продукт, вот такой, с ладошку или вот с такую ладошку. Так, надеюсь, я показываю себя. Да. Вот, и к нему либо живые, свеженькие салатики, либо тушёные салаты. Только к овощам у нас не относятся корнеплоды. Корнеплоды мы не используем. Картошку, отварную свёклу мы не используем, да. А всё остальное, пожалуйста. Вот это ваш нормальный ужин. Просто смотрите, чтобы не переесть, не переесть. Потому что вот вы поели в 21-22.00, это ж надо ещё 2 часа погулять, чтобы оно всё как-то вот уже спустилось, да. 2, а то и 3.00. Поэтому, может быть, имеет смысл всё-таки сначала ужинать, а потом добираться домой. Ну, если вот у вас такая ситуация, да. Вот, то есть отредактировать всё-таки свой режим дня. Потому что, ну, это достаточно поздно. 21-22.00. Так, спрашивает Виктория, 30 лет. Инсулино-резистентность. По анализам повышенный инсулин бывает резкое и сильное чувство голода. Падает сахар. Вы гипуете, потому что у вас повышенный инсулин. А он у вас повышен, потому что вы в питании позволяете резкий выход глюкозы в кровоток. То есть в вашей тарелке много углеводов, они резко выходят в кровоток. Инсулин. О, боже, у нас много углеводов. Тоже резко повышается уровень инсулина. Он хватает глюкозу, запихивает по клеткам. Почему инсулино-резистентность? Клетки говорят, не надо больше, не надо, не пихай нас в глюкозу. И берут канал глюкозы, прячут под мембрану. И, соответственно, инсулина ещё больше. Он нажимает на кнопочки на свои. А рядом канал для глюкозы не открывается. Это называется инсулино-резистентность. Вам вчера надо уже, Виктория, быть в системе старости нет. Я серьёзно говорю, потому что система старости нет выводит из инсулино-резистентности. Гарантия. Выводит из инсулино-резистентности. Точка, гарантия. Потому что если вы сейчас не выйдете, то впереди сахарный диабет второго типа. Пожалуйста. Галина, 62 года. Правильное питание при онкологии. Что исключить из рациона, что обязательно должно присутствовать? Правильное питание при онкологии – это такое же питание физиологическое, о котором я говорю на каждом шагу. Точно такое же физиологическое питание. Вы обязаны дать суточную норму белка. С ними приходит суточная норма по жирам. И вы не должны давать травмирующий углевод. Потому что высокий, например, уровень инсулина, вот при инсулино-резистентности, открывает ворота для онкологических всяких заболеваний. Потому что инсулин, что он делает? Он бесконечно активирует рецепторы. Бесконечно активируя рецепторы, он заставляет клетку безудержно пролиферировать. Пролиферативный гормон. И это открывает возможность получить онкологическое заболевание. Поэтому, друзья, все, кто имеет лишний вес, имейте в виду, вы можете перейти к инсулино-резистентности. А там дело времени. Какая болячка, в том числе онкологическая, прицепится. Поэтому вам в систему старости нет, несмотря на онкологическое заболевание. Тем более, что мы будем выводить токсины на пятой ступени. На шестой ступени перейдем на биологическое очищение организма. Это очень важно в вашей ситуации и так далее. Лиза, 58 лет. На третьем дне нулевая ступень. Вы сказали пить антиоксиданты. Какое время? Смотрите, мы на нулевой ступени. Что с вами делаем? Развиваем количество митохондрий через движение. Старые митохондрии обуглятся и сдохнут. А новые будут размножаться путем деления. Так вот, наша задача, чтобы старых меньше сдохло. А чтобы новые тоже меньше подвергались атаке свободных радикалов. Вот для этого нужны антиоксиданты. Попробуйте зомброзу. Попробуйте гриппайн. Да, друзья, в системе старости нет. Я очень активно вам рассказываю, в том числе, о нутрициологической поддержке, нутрицептике. Хотите – используйте, не хотите – не используйте. Но лучше использовать, тогда будут лучшие результаты. Я хороша нутрициологической поддержке. Может быть, я один из самых эффективных нутрициологов русскоязычного пространства. Татьяна 64 года. Сейчас пью траву. Красный клевер – это фитогормон. Дикий ям спить одновременно или сделать паузу? Я не думаю, что красный клевер – это фитогормон. Красный клевер – это фитоэстроген. Очень слабенький. Я его использую как бурбулятор для лимфы. На пятой ступени в системе старости нет. Чтобы вы разжижили межклеточное пространство, чтобы оно стало лимфой, чтобы лимфа жиденькая быстренько обошла все, была сброшена в кровоток, прошла через печень и токсины были выведены. Вот для чего даю красный клевер. Дикий ямс – это предшественник всех стероидных гормонов. Это, можно сказать, фитопрогестерон. Можно пить одновременно, можно пить одновременно. Я почти… Ну, дикий ямс я просто каждый день пью. Сегодня выпила. Вот. А красный клевер я использую перед физической нагрузкой для того, чтобы помочь своей лимфе быть текучей. Так, Наталья, 49 лет, дискинезия желчевыводящих путей. Как вылечить? Ну, это первая ступень системы старости нет, но быстренько если. Одна капсулка репейника с каждым приемом пищи. Десять дней пьем, двадцать дней месяца не пьем, и все будет хорошо. Лариса, 54 года. Говорите, я говорю о наличии белка в рационе, но у меня тогда не стыкуются учения. Ой, это длинный вопрос, сейчас не успею на него ответить. Алена, как укрепить соединительную ткань в организме? У вас в приложении, Алена, если вы уже в приложении, системе старости нет, есть закладочка «Конспекты здоровья». Берете седьмой конспект здоровья, это защита и развитие соединительной ткани в организме. Оля, похудеть? Системы старости нет. И на 61 год. Сколько времени надо спать? Мне надо спать 9 часов, друзья. Я Соня. Кому-то, например, моему мужу, достаточно 7 часов или даже 6 часов. Ну не может он 9 часов спать. То есть у каждого немножечко по-своему. И более того, каждый возраст немножко диктует своё. Когда я была подростком, заканчивала школу, я спала 12 часов в день. Вот я засыпала в 12 ночи, и я могла до 12 дня спать, и ещё не досыпала. Ну вот такая вот ситуация была. Потом, вроде бы, всё попроще-попроще. Вот сейчас мне 9 часов надо. Ну 8 – это вот тогда себя хорошо чувствовать. 6 – для меня это мало. Поэтому никто вам не может лично вам сказать, найдите своё время отхода ко сну, найдите своё время пробуждения. Например, меня нельзя будить в 7 часов утра, мне очень плохо. У меня либо в 6 надо уже будить, либо уже в 8. Но лучше в 9. Наталья 60 лет. У меня не расщепляются жиры, стала добавлять в обед фуд-энзайм. И всё окей, через месяц перестала принимать. Друзья, я могу только кратенькие вопросы сейчас обсудить. Если не расщепляются жиры, добавьте, пожалуйста, репейник, как я уже сказала. 10 дней пьём, 20 дней не пьём. Вот, и всё наладится. Оксана 56 лет. Как научиться не считать калории без подсчёта перебор калорий и вес стоит? Ну, сегодня я ответила на этот вопрос, что калории – это общее понятие. Наша задача – разобраться с углеводами и не обидеть себя по белкам. Алёна 45 лет. Возможно ли избавиться от старых 10 килограммов на питание в умеренных тренировках? Конечно. Девочки делают это легко и с удовольствием. В системе старости нет. Просто присоединяйтесь. В мае 38 лет. Сколько есть углеводов? В зависимости от того, что вы хотите. Если вам нужно стройнить, мы идём на низкоуглеводное питание. Если считать углеводы, то будет 60 грамм углеводов в питании или меньше. Но мы обращаем внимание на их гликемический индекс. Гликемический индекс углеводов должен быть меньше 40. Валентина, 64 года. 64 года. Благодаря вам и вашим лекциям я не стал ополнить, ну и не худею, потому что мой... Ах, Валентина, ну не вижу я полностью вопроса. Это он очень длинный вопрос. Друзья, у кого очень длинные вопросы, приходите в среду. Будем разбираться. По средам я отвечаю на вопросы. Преимущественно тех людей, которые пришли на прямой эфир и задали мне вопрос в прямом эфире. Ясное дело, да? Вот, но если у меня остаётся время, то я могу, конечно, поотвечать и на вопросы, которые заготовлены, потому что, ну, большое количество слушателей. Вот, более того, кто в системе старости нет, задавайте вопросы хоть каждый день в чатике, и мы обязательно на них реагируем. И я реагирую, и мои кураторы реагируют. Окей? Зера пишет. Леночка, я так хочу жить с вами в одном городе. И видеть вас, встречаться, мотивироваться, получать небольшие пиночки. Мы с вами живём в одном большом городе, называется интернет. И я имею возможность до вас дотянуться. Серьёзно. Поэтому подписывайтесь на каналы, и давайте работать вместе. Друзья, вот смотрите. Вот вы, может быть, думаете, да ладно, у меня эти 10 килограмм старые, застаревшие, ничего, я к ним уже привыкла, да и вообще гардероб менять. А подумайте немножечко иначе. А если мы все с вами объединимся и победим болезни взрослеющего организма, или победим болезни цивилизации, и мы станем принципиально другой цивилизацией. Я когда-то, ну, может быть, я, конечно, идеалистка, но я читала очень много фантастики, фантастики. Это вот когда я была, не знаю, подростком, очень много фантастики. И там был описан мир, где люди выглядели все, как 25-летние. Они имели настолько гибкий и интересующийся ум, что они раз в 4 года меняли профессию. Например, он 4 года астронавт, а следующие 4 года он учит деток в детском саду. И вот когда все общество, ну, как бы умеет все, и один человек за свою длинную жизнь имеет множество специальностей, это очень интересно, это развивает. Ну, и главное, что они по телу были, вот все 25-летние. Нельзя сказать, кому 25, кому 50, кому 75. И никто из них не имел проблем по зрению, эта проблема тоже была решена. Вот, и я так, боже, как бы я хотела в таком мире жить. Ты идёшь по улице, вокруг тебя только красивые люди. Вот, они тебе улыбаются, они умные, они развитые, они прогрессивные. Как бы я хотела жить в этом мире. Если вы так будете думать и начнёте с себя. Друзья, у нас столько работы. Да? Я живу в городе Варна. Варна, Болгария. Прекрасный город. Город для тела. Город. Всё включено. Как кава влияет на процесс худдания? Смотрите, она либо вообще не влияет, либо вообще не влияет. То есть, пейте на здоровье, но только, ну, один-два келышка, да? Вот. Но если вы в инсулино-резистентности, она первую секунду запускает нужный биохимический процесс сжигания. А потом этот биохимический процесс, ну, мне сложно ответить вам, ну, как бы, поэтому я сильно упрощаю. Он как бы потом, как знаете, кнопка залипает, залипает, и вот он как бы зависает, этот биохимический процесс. Поэтому иногда, если вы недовольны своим результатом, у вас инсулино-резистентность, и вы недовольны своим результатом, отмените кофе на неделю и посмотрите, как без кофе пойдёт процесс. Потому что если это залипание убрать, то тогда легче происходит сжигание жирных кислот. Хорошо, друзья. Ну, всё. Благодарю за внимание. Пока-пока.